Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Одиночество. Ну, одиночество это всегда история про непринятие чего-то в себе. Обесценивание, про обесценивание себя. Одиночество это всегда про невозможность по большому счету находиться наедине с собой. Я вышел замуж в России, вышел замуж поздно за человека, у которого был взрослый сыр. Жила в другой стране, переехала в Россию и мне через некоторое время стало одиноко. Вообще это довольно, опять же, частое явление, когда человек переезжает в другую страну только ради другого человека. То есть, когда это единственная цель, по сути. Когда больше целей нет. Я бы сказал, здесь спросил бы вас о том, что, например, между вами и вашим мужем общего. И на каких основаниях вы выстраиваете с ним отношения свои. Вот. Я думаю, что это тоже имеет очень важное значение. Какие у вас с ним отношения, какой фундамент. То есть, фундамент или это гендерного взаимодействия, или фундамент личностного взаимодействия, или это фундамент партнерских отношений. Вот. То есть, это очень, в данном случае, важный момент. Вот. Ну, вполне возможно, что что-то из этого требуется подкорректировать, да. Вполне возможно, что что-то из этого нужно, нужно подкорректировать. Дальше, значит, это вопрос вашей реализации, профессиональной. То есть, это вопрос того, как вы вообще реализуетесь по жизни, и к чему вы стремитесь. Что вы хотите сказать этому миру, что вы хотите показать этому миру. Умирает мой отец, и это психологическая травма, которую нужно прожить. Мать остается одна, так как у матери я один ребенок. Мы с мучем стали ее звать, муж говорил, что купит ей жилье, но она поймала какой-то свой кайф и стала жить для себя. И это нормально. В этом плане, вам бы получится у нее жить для себя. Обманывал меня в том, что болеет сильно, что потеряла зрение, а сама с бедругами в соседний город ездила просто так погулять. Чувствуется, что у вас есть обиды на маму. Обиды тоже желательно прожить, выразить, вот. Шли годы, потом я сильно заболел, это так, что вставать с кровати не могла. А что с вами было? Что это взял? Блин. Муж указывал, что врачи разводили руками, не знали, что со мной происходит. Я слабелась каждым днем, в этот момент муж и я снова стали звать маму, так как чувствовали, что я умеряю. Она нас снова не приезжала, объясняя тем, что постоянно давление у нее. И что дальше? Вы выздоровели или как? То есть вот, это ведь довольно серьезная история получается. Ну вот, та история, которая с вами произошла. Это довольно серьезная история, как она завершилась. Сейчас стала проситься к нам, но свои условия ставят, это очень другая история. Но логично, если человек чувствует свои востребования, он будет ставить условия. У мужа большая семья, я пыталась влиться, но не получилось. А как вы пытались влиться? Вопрос. Почему так получилось? Да потому, что мой муж покупает квартиру, когда я была беременна. Ну, здесь и далее вы говорите, с одной стороны, про обиды, с другой стороны, про некоторые нюансы в вашей коммуникации с мужем, по сути. То есть то, как организованы ваши отношения с мужем, они вот вливаются в такие и такие истории. Вот. Когда, ну, по сути, нет взаимопонимания, получается, между людьми. В это время, я теряю ребенка на седьмом месяце, не было денег наблюдаться у хорошего врача, так как муж шесть с половиной миллионов отдал сестре, и мы остались двадцати пяти тысячами. Ну, чувствуется здесь сильно обидно на муж. Понимаете ли вы мужа? Говорили ли вы ему о своих чувствах? Дальше. Мне делают кесаревое сечение, это моральная физическая боль. Зову маму помочь морально, но она отказывается снова. Что же, у вас, получается, здесь еще одна травма, но какая-то потребность в маме. То есть, как будто бы вы эмоционально привязаны к маме. Я должна была наблюдаться у хорошего врача, на муж все деньги отдал сестре, у нее есть муж, у нее взрослые дети, он пронебрег моей беременности усложник. Ну, смотрите, здесь у вас как бы обида на мужа, опять же, да, обида в вас, судя по всему, живет, она не прожит, с одной стороны. С другой стороны, вы, конечно, можете надеяться и можете ждать от вашего мужа и от мамы помощи, но я хочу сказать, что вы как будто бы слабо полагаете на себя. Это глобально, это не в привязке к беременности сейчас идет речь. То есть, как будто бы вам все время кто-то нужен, на кого бы опереться. Вот. Такое у меня складывается впечатление. После этого случая я нашей общей знакомой сказал, что если бы квартиру не купил сестре, то выносила бы, так и наблюдалась бы у хорошего врача или делала бы ребенка. Ну, вы это сказали, это ваша ответственность. То есть, как бы, вы сами это сказали. Не имея, как бы, возможности, как будто бы, ну, обратиться как-то с своей обидой. Она передала эти слова заловке, после заловки и со семьей просто перестали общаться со мной. А как вы к этому относитесь, что они перестали общаться со мной? С вами, то есть. Ну, можно было извиниться, можно было сказать, что в иные эмоции это выразили, что вам тяжело и так далее. То есть, были ли, кстати, странные какие-то попытки, да, ну, наладить отношения. Мне так одиноко. Давайте еще раз. Из чего ваше одиночество состоит? Вам нечем себя занять? И скучно? Вот. Тогда это история про некое подавление себя, про отторжение себя. Или, может быть, здесь включается что-то еще. Сейчас прошло 7 лет. Они живут припевающе, приглашают в гости друзей, со мной не общаются. Со мной не общаются, со мной перестал общаться муж и сын. Не понимаю, за что, зато общаются с ними. Но, опять же, они с вами не общаются, да, потому что они на вас обижены, но какова ваша ответственность здесь? То есть, вы как будто бы свою ответственность, свою активность, свою личную ответственность за свои какие-то решения и действия игнорируете. Вот. Вам надо посмотреть на нее. Вот здесь. Одним словом, здесь я одна. Мать не приезжает, не хочет быть рядом. Постоянно обманывает меня за ловко ее муж и 60-летних детей не общаются со мной. Муж и сын не общаются со мной. Но это все родные. Понимаете, это все родные, родственники. Почему такое внимание родственникам? Ведь у вас, у самой, могло бы появиться, собственно, окружение социальное. За счет ваших интересов, за счет вашей активности и так далее. Я с сыном сижу дома. Родила сына. Не работаю и чувствую простые гноль. А почему не работаете? У меня нет ни братьев, ни сестер. Моей мать хочет одиночества. Я одна во всем мире. Меня ненавидят вся моя жеродня. За что, сама не понимаю. Ну, вы описали историю, за которую те могут вас ненавидеть. То есть, приписывание им вины в смерти, получается, вашего ребенка. Или в смерти, я так и не понял. Того вы ребенка родили или другого. Уже непонятно. Вот. За что, сама не понимаю. Что мне делать? Ну вот, позиция, за что это позиция детска? За что? То есть, есть выбор людей. Да? Общаться с вами или нет. Вы его не принимаете, потому что, судя по всему, вас это задевает. Задевает вас это из-за того, что вы ждете какого-то понимания, не получаете его, обижаетесь и, как бы, закрываются. То есть, вам бы поработать с вашими ожиданиями и научиться бы их более полно реализовывать. Что мне делать? Ну, я бы сказал, что решать ваши внутренние проблемы, работать с обидами и, в общем-то, развивать свою сферу интересов, реализации и так далее. Даже, думаю, о суициде. То есть, это вот некое такое избегание внешнего, внешнего, от внешнего мира получается. Давление на внешний мир, но, в то же время, это, возможно, и агрессия. Матери не нужна. Муж же родня не здоровается даже со мной. Что не так со мной? Ну, Анна, я не знаю, что с вами не так. Нужно смотреть лично. Я думаю, что с вами все в порядке. Я завидую им, когда они все с ними собираются вместе. Меня не зовут никогда. Я думаю, что ваша зависть не случайна. Она связана с тем, что вы имеете в себе потенциал явно больший, который вы демонстрируете здесь и сейчас. Вот. Просто вы как-то слишком опираетесь на этих людей, не полагаетесь на себя и почему-то считаете, что вы сами под себе неинтересны. Вот. Опять же, чтобы вас звали, нужно представлять интерес. Для. Людей. На этом все. Будем благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи.